МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Хомелюс», тут и працу Александр Гамоля, глядите его этим выпуском. Увага о системе оховы здоровья. Старшиня обывыконгама Геннадь Соловей наведал Добружскую районную больницу и сострелся с коллективом медустановы. Инновационное импортозамещение в Институте механики металлополимерных систем распроцвали покрытие для лыж. Отлига и ветер. На наступные сутки снова обвешано штормовое попереджение. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Альтернативные поставки, резервы роста и прогнозы сусветного рынка. Эффективность экспорта нафтопродуктов обмерковали у Палации Незалежности. Сейчас весь нафтохимичный комплекс працует не о простых умовах, податковый маневр основных поставщика Суровины не пошел на корысть республиканскому бюджету. Так само и заводы, ориентированные на перепроцовку, отшивают розницу. Капу смоцнить свои позиции, потребны альтернативные варианты поставок. Чем больше опор, тем лепш. Мы-то закуплять на российском рынке 30-40% от необходных объемов нафты. Вопрос стоит в очередной раз о поставках нефти в Беларусь, в том числе и с мировых рынков, не только с Российской Федерацией, что мы уже и начали делать. Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так у нас братья с Востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, неважно, какую нефть по мировым ценам, поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно же, не исключая главного нашего поставщика, Российскую Федерацию. Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. В полном объеме. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Нам надо идти к тому, что процентов 30-40 мы будем покупать нефть в Российской Федерации, процентов 30 мы должны с Балтики завозить нефть и процентов 30 через Украину проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим странно. Наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Ну что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться. Нагадаем, с початку года российские компании спынили поставки сыровины на белорусские НПЗ. Причиной стали ценовые розноголосия. Еще в конце снежни Александр Лукашенко доручил скластие альтернативные контракты для бесперебойной работы белорусских заводов. Уже завтра у литовский порт Клайпеда будет привезена партия норвежской нафты. 80 тысяч тонн сыровины, призначенные для перепрацовки на Новополовском нафтане. Протяг ремонту на бытюновых обсталявания за обеспечением молодых специалистов жильем. Старшиня Гомельского обл. выконка Масяня наведа у Добружскую центральную районную больницу. Геннадь Соловей погутора с кераунистом и персоналом на контстану справа в медустанове и планов ее дальнейшего развития. У Добружскую районную больницу приезжаем загадя. Первым чином отправляемся в педиатричное отделение. Тут летось пройшел ремонт, обновился внешний выгляд калидоров и палат. Зазираем в одну из них. Разом с матью Татьяной трехгадовый Максим. И он тут уже другий тыдень, ранее в больницах никогда не лежал. И уже вельми хочется додому. Мать и братика там чекают, что трехгадовый Олег. И все ж таки спешаться не варто. Спочатку треба вылечить этот коварный тензилит. Менавито за его не сбивалась высокая температура и довелося ехать за допомогой в больницу. Але врачи тут, признается про слезы Татьяна, на самой справе от Бога. Лечащий врач у нас ленец Людмила Станиславовна. Ну это, конечно, врач от Бога. Таких врачей бы везде и повсюду. Очень хороший врач. Летось у организациях «Аховы здоровья», яке его ходить у состав ЦРБ, отрималася многое обновить. Заявилася новое медицинское и технологичное обсталявание, мебля, компьютерная техника. На это выдаст коварный каля 270 тысяч. Набыли электрокардиографы, компьютеры для врачов, агульной практики. Обновлено и реанимационное отделение, но различено на 6 месяцев. Месяц тому тут появилось новое обсталявание. Набыли аппарат штучной вентиляции легких и три прикойковые мониторы, назирание за пациентами. У распоряджения медустановы и новые автомобили для неоткладной допомоги. Але самое, бадай, болючее питание – ремонт и обсталявание акушерско-гинекологичных отделения. У им Добружский район мае вострую потребу. Зараз допомогу женщинам оказывают у поликлинице, а коли треба серьезное лечения, отправляют у Гомель. Плануется, что сродки на выращение этой важной справы будут выделены у наступным годе. В планах нашего учреждения на следующий год – это дальнейшее укрепление материально-технической базы и развитие информационных технологий. Нам необходимо дальнейшее внедрение электронных рецептов в наше учреждение, развитие информационной базы, в наше учреждение подключение к единой информационной системе Республики Беларусь. Социальная сфера и уприватность системы охоты здоровья – завсёды у приоритете. Об этом на встрече с коллективом медустановы каже Геннад Соловей. Например, комплектовать медустановы необходим диагностичным обсталяванием – это значит на крок опережать хворобу. Своёчасово выявить, я её часто значит вырабатывать житё. И в этом на керунку межи помеж великими и малыми городами повинны стираться. Право на якостную медицинскую допомогу повинны иметь усе. Марина Джала, Євген Макенга, телерадио-компания «Гомель» с Добруша. Протягиваем выпуск. На сегодняшнем посаджении Гомельских гарв и Канкама проанализована криминогенная ситуация у городе. У якости прикладу выбрали центральный район, причем основную увагу надали мерам по снижению зровню злочинности. У поравнания с 2018 годом летость у центральном районе Гомеля колькость зарегистрованных злочинств повеличилась амальна полову. Особливо значный рост зарегистрованный у сферы высоких технологий. А про чатаго отзначено повеличение колькости выпадка украдежоу, хулиганства и тяжких телесных пошкодженев. Не воплошнюю шаргу гэта звязывается с наявностью в районе забавляльных установ. Зараз будят зроблены анализы их деянности, на основе якого в выпадку необходности обмежуют час их працы. А про чатаго повеличится колькость нарадов милиции в наибольшь криминогенных местах. Особливую увагу меркуется удалить профилактичной работе с насильництвом. Значная колькость крадежоу з'ясняется после того, как амельчане покидают свои речи без нагляду. В зниженню гэтага виду злочинства буде саденичать установка систем виды аназиранья. Более работа с населением, потому что преступление характеризуется в большей мере оставлением имущества в тех местах, не приспособленных для их хранения, и они становятся, это имущество предметом преступного посягательства. Поэтому больше мы нацеливаем работу на то, чтобы большему кругу наших граждан стало известно о том, как действовать в данных ситуациях. 26-го студеня у Беларуси будет означаться День навуки. У Гомельской области до этой падеи будет промеркован исход, на яким плануется продемонстровать опошние распроцовки. Сегодня наши корреспонденты наведали Институт механики металлополимерных систем Национальной академии навук. Распроцованным у Института механики металлополимерных систем материалам тут присвятили выставу, якая заняла некольки стендау. Супрасовникам навуковой установы, саправды ёшшшым ганарыцца. Причым гэтэ распроцовки запотрабаваные не только у Беларуси. Зараз, наприклад, Китай зацекавився специальными полимерными подкладками для высокохудкасного чагуночного транспорту. Я не прасуюсь у диапазоне от минус 100 до плюс 100 градусов. У Института увоголі шмат распроцовок, які здольные здявлять. Як полимер, які пригорэнні не выделяя отрутные речевы. Добавки, они разные бывают. То есть, есть добавки, которые выделяют в атмосферу ядовитые вещества, и они вредны для организма. Мы разработали новые добавки, которые эти вещества не выделяют. Специальные добавки, которые позволяют полимеру не гореть. Распроцовкой новых материалов у Институте механики металлополимерных систем займаються постоянно, что тлумачиться перш за все экономичными причинами. Установе необходимо зараблять гроши, а предприемствам выраблять большую частную продукцию, запотребованную на рынках. Однако, инший раз, гэты распроцовки настолько опереживают час, что на предприемствах ставятся до их насторожена. Правда, тыжица гэта не у сих. Шмат хто новые материалы укораняя адразу пасля отрымання пропановы. Работаем сейчас совместно с БелАЗ. Это мы делаем более прочными, более ходимыми шины для крупногабаритных машин. Ну, еще у нас много. Мы традиционно работаем с белорусским металлургическим заводом. Мы работаем с Гродненским механическим заводом. Почти весь концерн Белнефтехим мы сотрудничаем практически с каждым предприятием. Особливый гонор Института механики металлополимерных систем распроцованы подручэнне президента краины материалы для вытворчасти белорусских лыж. Проведзанное выпробованье свечать об их высокой якости. У перспективе гэтэ полимеры повинны не только полностью заменить импортные аналоги, а ле и стать экспортно орынтованной продукцией. Полимерный материал, он хорош чем? Что он обеспечивает низкое сопротивление трению скольжения лыжи. Но одновременно он плохо клеится к другим компонентам лыжи. Вот для того, чтобы решить эту задачу, был разработан двухслойный такой материал. С одной стороны хорошо скользит, а с другой стороны хорошо клеится к лыжи. Он не уступает австрийскому материалу по своим эксплуатационным свойствам. На первом этапе планируется изготовление лыжи и уже изготавливаются лыжи для массового потребителя. В дальнейшем будут разрабатываться и совершенствоваться материалы для лыж спорта, высоких достижений для спортсменов. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Ветра на и до 4 градусов тепла будет в регионе Усераду 22-го студеня. Як и сегодня за моцного ветру обвешаны оранжевые узрови небеспеки. У многих районах в области и в городе Гомель чекается моцный ветер порывами до 15-20 метров за секунду. Часом мягчимы опадки, дождь и мокрый снег на дорогах гололедится. Учать вверх, слупок термометра опустится ниже и за нуль, до 1-го трех градусов морозу. Свято-самейной творчести фестиваль «Калядные колыханки» в 8 раз запросил гостей в Центральную городскую библиотеку имя Герцина. Суместный проект установы Свято-Микольского Мушинского монастыра стал традиционным у «Калядные дни». Текавость до падеи подтверждая неизменно переполненное зало. Для гостей прогучали знакомые с дятинства «Калыханки» и маловядомые творы на разных мовах. Шмат композиций взяты с репертуару бардау. Деликатные напевы, оригинальные часы мячаканы-аранжировцы, выконывали профессийные вокалисты и аматоры, церковные хоры, педагоги и наученцы музычных школ, студенты и просто талиновитые музычные семьи города. Бог есть любовь. И о том, что единственная норма для человека – это нежность, человеколюбие, доброта. Потому что там, где любовь и доброта, там и Господь. И колыбельные песни – это не просто жанр искусства, это некое состояние безопасности, когда ты находишься на руках у человека, который тебя любит, защищает, понимает, и ты можешь спокойно у него заснуть. Вот христиане верят, что мы и наш мир, и наши близкие, мы также на руках у Бога находимся. Заходы иснования у фестиваля калядных калыханок з'явилися свои традиции. Одна з их – спевы разом с глядачами. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуске завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле грузовой автомобиль МАЗ снес светофор. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Пролетарской и Фрунзе. Из-за аварии на автомобильном мосту через реку Сош образовался транспортный затор. Никто не пострадал. Как сообщили в ГАИ, ДТП прошло как неучетное. Специальное профилактическое мероприятие ГАИ «Пьяному не место за рулем» стартовало сегодня на территории Гомельской области. Цель комплексной работы нарядов ДПС – профилактика ДТП с участием нетрезвых водителей. По их вине в 2019 году совершено 62 дорожно-транспортных происшествия, 16 человек в них погибло, 65 оказались в больнице. Всего же в регионе за этот период было выявлено почти 3300 пьяных автомобилистов. Проводиться данное мероприятие будет с 21 по 30 января. Сотрудниками ГАИ будет проверяться состояние водителей транспортных средств, а также будут проводиться различные рейдовые мероприятия. Кроме этого, будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. Перевозку нелегального груза весом в 15 тонн и стоимостью около 2000 рублей пресекли сотрудники милиции в зоне отселения Ветковского района. Неподалеку от деревни Бартоломеевка водитель автомобиля МАЗ перевозил в кузове машины лом черного и цветного металла. Когда служебный автомобиль преградил ему дорогу, нарушитель, понимая, что поездка закончилась, остановился и заглушил двигатель. За рулем МАЗа находился владелец автомашины, неработающий гомельчанин, 1990 года рождения. Молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконную перевозку металла. А тяжелый груз принадлежал еще одному жителю областного центра, 1985 года рождения. В Кунге действительно находился лом черного металла общим весом почти 15 тонн, стоимостью более 2000 рублей. Автомобиль доставлен в Ветковский РОВД, проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Галина Бруевич стала победительницей представительного международного турнира по боксу, который проходил в Турции. На пути к золоту гомельчанка одержала три виктории. Всего же у белорусской команды в копилке пять наград турнира. Два золота и три бронзы. Отличились воспитанницы гомельской школы бокса и в сербском городе Сомбар на турнире Кубок девяти наций. Юлия Апанасович и Виктория Кебикова стали обладательницами бронзовых медалей. Футбольный клуб «Гомель» сообщил о подписании двух игроков. Спустя сезон в стан зелено-белых вернулся Александр Батищев. В минувшем чемпионате украинский футболист защищал цвета «Минского торпеда» и «Могилевского дня про». До этого два года выступал в «Гомеле», за который провел 45 матчей. Также пополнил ряды «Рыси» и «Артем Булойчик». В минувшем сезоне 27-летний футболист выступал за столичный НФК, в составе которого провел 11 матчей и отличился забитым мячом. Сегодня в «Гомеле» стартовал первый этап 12-го открытого турнира по теннису в памяти Альберта Шагиняна. Награды на кортах областного центра Олимпийского резерва по теннису оспаривают более 60 спортсменов в возрасте до 12 лет. Заслуженный деятель науки Беларуси академик Альберт Шагинян на протяжении 14 лет был ректором Гомельского гостехуниверситета имени Сухова. Кроме науки, у ученого было еще одно хобби – теннис. Альберт Шагинян способствовал популяризации этого вида спорта в Гомельской области. Альберт Семенович был уникальный во всем. Вот в том числе и в спортивной деятельности. То есть, как сегодня говорят, здоровый образ жизни. То есть, он действительно очень много сделал для того, чтобы… Поэтому вот те корты, которые открыты там у нас открыты, то, что у нас были сделаны, это было по его инициативе. Турнир памяти Шагиняна имеет высокую третью национальную категорию. С состязаний подобного уровня в Беларуси немного, а потому в Гомель традиционно съезжаются сильнейшие теннисисты. В 12-й год мы проводим этот турнир. Турнир очень представительный, очень высокой категории турнир. Третья категория. Таких турниров в Беларуси, только в программе Беларусской Федерации, три турнира. Первый этап турнира памяти Альберта Шагиняна завершится 26 января. Второй придется 30 января по 3 февраля. Там оспаривать награды будут теннисисты в двух возрастных категориях – до 14 и до 16 лет. Сильнейшие юные легкоатлеты соревнуются в Гомеле. Во дворце легкой атлетики проходит республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Возраст спортсменов – 13-15 лет. За награды в личном и командном зачетах борются сборные 21 детской спортшколы со всей страны. По три от каждого региона и столицы. Гомельскую область представляет ЦОР по легкой атлетике. СДУШОР профсоюзов СОШ и ДЮСШ Добружского района. Гомельчане рассчитывают на победы в своих коронных дисциплинах. Как всегда традиционно наша дистанция – это спринт, барьеры, прыжки в шестом, прыжки в длину. Ну и появилась спортивная ходьба в Добружском районе. Открыл счет завоеванным хозяевами золотым медалям Антон Зайцев. Воспитанник СДУШОР профсоюзов СОШ победил в секторе для прыжков в высоту. Завершится республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ завтра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.